Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будет парфюмерное видео, и я приготовила для вас такую подборку ароматов для лета, но для лета прохладного. У нас была очень тёплая весна, было много солнца, 23-25 градусов, абсолютно сухая погода, вот прям летняя. И как же удивило, вот удивил конец весны. Это дожди, прохладная погода. Мы вообще вернулись ночью 10, днём 15. В общем, стало очень прохладно, и я решила сделать такую подборку. Я знаю, что и в Москве, и в Петербурге тоже довольно прохладная погода, и решила сделать подборку именно таких ароматов, которые подходят для этого времени года, когда ещё лето не вступило в свои права, и оно довольно прохладное. Поэтому ароматы у меня были выбраны такие более стойкие, более яркие, более цветочные. Это не лёгкие такие водички, а именно яркие, насыщенные ароматы, но в то же время они достаточно подходят именно для летнего сезона. Первый аромат, с которого я хочу начать, это аромат Жур-дерме Абсолют. У меня маленькая версия, не очень часто им пользуюсь, но обожаю этот аромат. Для меня это, прежде всего, классика, это стиль, это уверенность, это необыкновенно красивые цветочные цветочные ноты. В верхних нотах здесь цветы абрикоса, грейпфрут. База — это цветочные ноты, это белая гордения и жасмин. И базовые ноты — это древесные ноты и дубовый мух. Аромат очень красивый, очень женственный, классический. Я считаю, что это абсолютно такая эссенция красоты, женственности. И аромат вне возраста, вне времени. Мне кажется, его носит на себе женщина, которая абсолютно в себе уверена, которая знает, чего хочет, стремится к тому, идет к своей цели. И мне кажется, он идеально подойдет бизнес-вумен. Потому что есть в этом аромате и строгость, и какая-то недоступность. И в то же время есть в глубине есть прекрасная такая вот женственность в виде цветов белых, жасмина и гордении. Очень красиво раскрывается в теплое, но еще достаточно прохладное время. Весна и вот такое холодное лето — это замечательный период для этого аромата. Абсолютный красавец, абсолютно неимоверная у него стойкость, очень хорошо держится, прекрасный шлейф. И вообще, мне кажется, если вы знаете женщину как такую неприступную, немного, может быть, где-то даже высокомерную, то аромат Жур-де-Рме — это просто великолепный, мне кажется, будет для нее подарок и прекрасный выбор. Следующий аромат, который я предпочитаю на лето — это Жадор. Для меня сейчас это новинка. Я недавно приобрела эту миниатюру. Мне нравится его классическое тоже звучание. Мне немного напоминает этот аромат что-то из прошлого, но с такого, знаете, приятного какого-то прошлого, которое вот звучит так вот, звучит знакомо безумно. У какой-то моей знакомой или у подруги был этот аромат, и я его часто слышала. И когда я сейчас его ощущаю, я опять погружаюсь вот в то время и в эти воспоминания. Он прекрасный, конечно, на любое время года, но мне кажется, именно такое прохладное лето — это идеальная среда. Он красиво раскрывается на ветру, на таком прохладном воздухе. Здесь большое количество ингредиентов. Это груша, это дыня, это магнолия, это персик, мандарин с бергамотом. Средние ноты здесь — жасмин, ландыш, тубероза, фрезия, роза, орхидея, слива и фиалка. Ну, буквально такое количество красивых фруктов и цветов собрано в этом аромате. И мускус с ванилью и с ежевика, с кедром завершают эту базу. Аромат безумно интересный, необычный, очень красивая такая вот... Для меня звучит в этом аромате какая-то нотка немножко чего-то из прошлого, но такого хорошего, близкого. Хотя я считаю, что это актуальный аромат в любое время. Очень сильно мне еще понравился фланкер Джадора, это Жадор и Джой и Инфинисими. Эти два фланкера просто меня покорили. Ну, классика, конечно, это тоже классика. Это, мне кажется, богатый, настолько красивый аромат, который очень шикарный и раскрывается именно в такую вот летнюю прохладу великолепно. Не зря лицом этого аромата является, мне кажется, самая красивая блондинка? Это Шарлиз Терон. И реклама, когда она погружается вот в такое вот жидкое золото, мне кажется, это очень четко передает красоту этого аромата, эта реклама. Красивая женщина и в золоте. Поэтому тоже считаю, что это идеальный подарок, роскошный и прекрасный аромат именно для такого летнего прохладного лета. Ну и следующий аромат, это аромат от Майкл Корс. Это уже такая более бюджетная парфюмерия. Но, несмотря на это, абсолютно, абсолютно, абсолютно ничуть не уступает своим дорогим каким-то собратьям. Это Майкл Корс от Майкл Корс. Классический аромат. Выпущен он был в 2000 году. Прошло уже 20 с лишним лет, но он великолепно актуален. Он великолепно звучит и в наши дни. Приятен, яркий, свежий. Необыкновенно красивая здесь тубероза, которая может скружить голову. Но нужно не забывать об этом и быть очень осторожным, потому что тубероза все-таки у некоторых может вызвать головную боль. Нужна правильная дозировка. Но капля этого аромата подарит вам вихрь яркости, вот этой красивой яркой туберозы, солнечной, буквально вот облагораживающей, дарящей такое настроение, женственной абсолютно. Настолько здесь все красиво. Верхние ноты это Фрезия, Фрезия Асматус и Тамарин с ладаном. Средние ноты это Тубероза, Калла, Пион, Ирис и Корень Ириса. И базовые ноты это Мускус, Кашемировое дерево и Ветивер. Я тоже считаю, что для бюджетного парфюма здесь очень богатая база, очень богатые составляющие. Необыкновенный парфюм, красивый, яркий. Абсолютно, я считаю, очень приближенный к аромату наркотик Венус от Носомата. Очень-очень похожий. И если вам нравится этот парфюм, то вы можете сэкономить абсолютная красота, абсолютная женственность. И вот Тубероза в сей своей красе солнечный, такой вот праздничный, абсолютно женственный и яркий парфюм. Обожаю его. Но нужно быть немножечко осторожной, если вы страдаете от Тубероза, иногда она бывает очень жестока. Поэтому нужно быть аккуратной с дизировкой. Маленькую капельку, и вы будете благоухать. Обожаю этот парфюм. Особенно, мне кажется, лето холодное это идеальная тоже пара для этого аромата. Еще один парфюм, который тоже, мне кажется, идеально подходит на лето. И также на прохладное лето, потому что многие шелемары ассоциируются с кожей, с ванилью, с такой терпкостью, с большим количеством цитрусовых. У меня шелемары не шел в версии. И это аромат, конечно, про цитрус и бергамот, ваниль. Абсолютно цитрусово-цветочный, такой взрыв ванили и цитрусовых. К сожалению, он уже снят с производства, но его еще все же можно найти и где-то купить. Абсолютно, конечно, красивый флакон. Я все-таки в этом случае даже больше за флакон, чем за сам аромат. Потому что, мне кажется, красота этого флакона бьет все рекорды. Вот в том понимании восточного аромата, мне кажется, он идеальный просто флакон. И вот эта голубая крышка и розовая кисточка. Все-все-все-все пропорции, мне кажется, идеальны. Выпущен был этот аромат в 2012 году. Парфюмер Терри Бассер. Верхние ноты это бергамот, грейпфрут и апельсин с нероли. Средние ноты ирис, гиацин, жасмин, фрезия и роза с ландышем. И базовые ноты ваниль и бобы тонка. Мне кажется, эта серия Лё, она немножечко полегче, чем Инишел. Но в то же время, мне кажется, остается в том же направлении. Ничуть не уступает ни по стойкости, ни по яркости, ни по шлейфу своему брату Инишел. И тоже очень красиво раскрывается в такую вот теплую ветреную погоду. Очень красиво. Я помню, нанесла этот аромат. И вышла, и был приятный такой весерок. И аромат, мне кажется, разлетелся вокруг меня. И я шла вот в этом коконе. Это была такая красота. Немного теплый воздух, солнце и ветер. И вот этот приятный такой ванильно-цитрусовый кокон. Настолько он вот именно на улице, мне кажется, этот аромат очень ярко играет. Какими-то красками, какими-то новыми, приятными такими волнами. Ну и, конечно, красота этого флакона, мне кажется, превосходит даже красоту содержимого. На мой взгляд, это так. Потому что я вообще к Шелемару неоднозначно отношусь. То мне нравится, то не нравится. Но красота этого флакона именно меня и пленила. И тоже считаю, такая теплая весна или холодное лето, это прям прекрасный вариант. Хотя кто-то может сказать, что Шелемары такие насыщенные, яркие, что их очень тяжело носить в жару. Но нет, вот именно прохладное лето для Шелемар Лео идеальная пора. Еще один любимый аромат, я сейчас с ним не расстаюсь, я уже о нем рассказывала, делала видео про самый лучший рис и фиалку. И это мат Пари, Балентияго Пари. Это просто сейчас мой любимый аромат. Я уже вот сколько выпила и продолжаю этим ароматом наслаждаться. Это действительно самая красивая фиалка. И, конечно, этот аромат подходит в любое время года, и зимой, и весной, и летом. Но, мне кажется, вот сейчас тоже это прям его пора. Я с удовольствием ношу этот аромат везде. Если я с утра на его не нанесла, я все равно подойду, обязательно его открою крышку, обязательно его понюхаю. Обязательно его должна почувствовать. Настолько у меня сейчас этот аромат в фаворитах. Просто я его обожаю. И это самая красивая фиалка. Это такая нежность, это легкая пудра. Это самые-самые красивые цветы. Выпущен он был в 2010 году. Оливье Польш, его автор. Здесь фиалка, лист фиалки, гвоздика. Вот, да, сказать гвоздика. Я терпеть не могу ни цветок, ни сам запах гвоздики. Но вот этот аромат. Здесь есть гвоздика. Вирджинский кедр и пачули. Такая красота. Я говорила уже, рассказывала об этом аромате. Он вроде бы, мне кажется, нестойким, но другие его ощущают. Я, видимо, настолько он мне подходит, что я к нему буквально сразу привыкаю и перестаю его резко ощущать. Но какой-то поворот головы, взмах, какое-то, может быть, изменение настроения. И ты начинаешь опять ощущать заново этот аромат. И он настолько красив. Он как будто прячется и появляется снова. Необыкновенная красота. Первый раз я не жалею, что купила большой флакон. Первый раз. В общем, обожаю, обожаю. Сначала думала, что, ой, наверное, я его продам. Наверное, для меня много. Нет, абсолютно нет. Я прям наслаждаюсь этим ароматом. И один из сейчас самый любимый мой аромат. И вот лето, холодное лето. Идеальная тоже такая вот пора, весна, прохладное лето. Мне кажется, ну, когда будет прям совсем жарко, в принципе, тоже его можно носить. Потому что он такой, знаете, как запах легкого уходового средства. Как запах какого-то приятного такого крема. Я не знаю, почему флакон белый. У меня именно вот такие вот какие-то нежно-лавандового цвета ассоциации с этим парфюмом. Потому что вот для меня это прежде всего это фиалка. Ну и еще один аромат, который идеально подходит на холодное лето. И вообще мой любимый. И из всей из этой подборки это самый свежий аромат. Потому что он был выпущен в 2018 году. Это Joy by Dior. Это мой любимчик. Я обожаю этот аромат. Мне кажется, несмотря на то, как его там не ругали. Для меня это такая красота. Только вчера специально затестировала Chanel Allure et de Toilette. Ну, знаете, я не нахожу ничего общего. Ну, может быть, какие-то там легкие нюансы. Но для меня все-таки Joy by Dior это аромат, который, мне кажется, не похож. Ну, я не ощущаю. Мне кажется, это вот отдельный аромат, который заслуживает своего места, своего особого внимания. Выпущен он был в 2018 году франсуазом Димаши. Очень красивые здесь пирамида. Это цитрусы наверху, как обычно, бергамот с мандарином. Жасмин, роза, персик и лист черной смородины. Ну, и база. Это белый мускус, кедр, сандал, пачули и бензоин. Сказать, что я люблю этот парфюм, я его просто обожаю. Мне он нравится. Я, конечно, могу его носить в любое время. Но настолько для меня это аромат позитивный, аромат женственный, очень красивый, необычный. Вот Intense я почему-то не заметила какой-то особой разницы. Мне вот именно нравится именно первый флагман, первый вариант. Необыкновенная красота, цветы, чуть-чуть фруктов. И лист смородины делает это. Лист смородины делает его настолько близким к лету. Какими-то... Когда ты сидишь у кустарника, и вот лист черной смородины. Персик. Несмотря на то, что я не люблю персик, но здесь, мне кажется, это вот дает ему немного такой приятный, фруктовый, такой гладкого, фруктового аккорда. Мне даже... Я не могу много о нем говорить, потому что меня переполняет от этого аромата. Какое-то одухотворение, вдохновение какое-то приходит, когда пользуешься этим ароматом. Мне кажется, он как-то делает тебя лучше, настроение улучшает и как-то вдохновляет на поступки, на хорошие поступки. Многие на него жалуются, многим он не нравится. Вот для меня это красота. Это цветы, немножко фруктов, смородина, лист смородины. Ну и такое кремовое немножко что-то в нем есть за счет мускуса, кедра. Очень нравится мне его база, когда он немножко остывает, слетают эти цитрусы, и такая становится... Какая-то немножко даже молочность, кремовость есть. Дорогой, тонкий, красивый аромат. У меня нет слов, я обожаю. И мне кажется, тоже вот теплая осень и холодное лето, весенняя такая вот пора, когда уже вокруг вас все расцветает. Замечательный этот аромат. Есть в нем какая-то такая вот нотка какой-то такой вот престижности. Ну, я не могу сказать, что это вот аромат, когда ты заходишь в какой-то дорогой люксовый бутик, и там вот пахнет таким большим количеством ароматов. И, ну, есть такая вот нотка чего-то такого дорогого, красивого, роскошного, люксового. Что-то есть такое вот в нем. Мне эти моды как раз очень нравятся. Поэтому обожаю. Мой любимый аромат. И я тоже буду покупать еще. Сейчас я немножко его пользуюсь, но есть чем пользоваться другим. Но это мой любимчик. Так что этот аромат я буду еще покупать обязательно. Ну и последний ароматик. Этот аромат, можно сказать, что он немного тепловат и горяч для лета. Но для прохладного лета как раз самое-самое то. Это аромат Синема от Ив Сен-Лоран. Это восточно-цветочный аромат. Выпущен он был в 2004 году. Парфюмер его Жак Кавалье. Верхний нот – это цветок миндаля, клементин и цикламен, средний – жасмин, пион и аморилис. И базовые ноты – ваниль, амбра, бензоин и белый мускус. Очень своеобразный, характерный и действительно восточный аромат. Есть в нем какая-то… Вот, видимо, амбра дает ему и цвет, и насыщенность, и густоту. Сразу чувствуется, что здесь есть амбра. Какая-то тягучесть, немного… Ну вот непростой это аромат. Действительно и теплый, и немного пряный, и немного… Да, конечно, красивые цветы, но при этом все-таки мускус и амбра делают его глубоким, более таким… С таким ориентальным направлением. Оно тоже очень красиво звучит именно летом, именно прохладным летом. Вот сейчас я тоже наношу его на себя. Это безумно красиво. Он очень красиво в шлейфе. Вот для меня действительно… Ну, на красную ковровую дорожку, может быть, все-таки он праздничный, он такой нарядный. Он действительно ассоциируется с какими-то… с каким-то… с какой-то красивой большой вечеринкой летней, такой насыщенной, где очень много людей. И с каким-то легким ароматом, вот, допустим, с таким на красной ковровой дорожке, ты затеряешься, ты будешь все-таки как-то недостаточно яркой для такого мероприятия. А здесь есть какая-то статусность. Амбра роскошная, она все-таки как-то тебя… Она дарит вот это вот роскошное, такой богатый аромат, который вокруг тебя, и который просто разносится вокруг, и его слышит, он заметен, он яркий, он, ну, не идет вперед тебя, но все-таки он тебя сопровождает вот на всем своем… на всем звучании этого парфюма. Аромат роскошный, богатый, это красивая ваниль. Я, да, я тоже слышу здесь черный чай. Такой, знаете, янтарный. Вот и подсветка как раз этого самого аромата. Классика. Ты будешь в этом аромате, не останешься никогда не замеченной. И вот красная ковровая дорожка, мне кажется, тоже именно с этим ароматом ассоциируется. Даже не за название, а именно за вот таких вот богатых нот амбры, ванили, черного чая. Хотя его нет, но я чувствую. Мне доносится именно черный чай. Вот аморилис, он, может быть, что-то придает такой этому аромату неоднозначное, неизбитое. Что ты где-то… Что ты это нигде не слышала. Есть с ним такая. Может быть, это бензоин, может быть, это миндаль. Что-то немного миндальное, но не именно орех миндаль, а именно действительно цветочки. Очень богатый, красивый, насыщенный. И для меня этот фильм – это классика какая-то. Это ковровая дорожка красная, может быть, какой-то Каннский фестиваль. И вот такой вот богатый аромат. Это аромат для торжества, для событий, для зрелищ. И вот это… В этом аромате очень красиво передано. Ценность этого аромата в том, что он очень торжественный, очень яркий. И мне кажется, если вы его наносите, вы становитесь сразу королевой. Вот. Он вышел, конечно, очень давно. Это классика, но абсолютно не потерявшая, нисколько не потерявшая своей прелести. Я бы никогда не назвала этот аромат каким-то сундуком или каким-то бабушкиным. Нет. Абсолютно такая теплая, согревающая база в этом аромате. Красивые ноты. Мне кажется, здесь есть персик. Для меня персик здесь присутствует, хотя его здесь нет. Ну, я слышу какие-то персиковые немножко ноты. Ну, и в то же время великолепная такая вот амбра, которая прям растекается. Вот подсвет как раз самой жидкости. Вот такая вот у меня сегодня подборка летних ароматов. Ароматов для холодного лета, прохладного лета. И мне кажется, самое главное, несмотря какое у вас лето, холодное, жаркое, теплое, ветреное, дождливое, что когда вы наносите любой аромат, чтобы погода вокруг вас и внутри вас всегда была самой-самой теплой и солнечной. На этом все. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Я вас немножко развлекла. подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пожалуйста. И всем удачного дня! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!